Партнер проекта сайт manutd.one Но, друзья, не знаю, заметили вы или нет, но то, о чем Рангник говорил на пресс-конференции, что даже в матче, который мы выигрываем, все хорошо, но нет главного, нет контроля над игрой. И вот этот контрол, о котором он так говорил много, это то, что, наверное, мы чуть-чуть в этом матче увидели. То есть, возможно, я выдаю желаемое за действительное, но контроль, который имел в виду Рангник, это не контроль над мячом обычный, а именно контроль над игрой, то есть над сценарием игры. Вот, так что, ребят, есть о чем поговорить сегодня, конечно, на позитивчике мы прежде, чем начнем. Я хочу сделать, даже сказать, ну, это не реклама, скорее, ну, хотя реклама, но больше такое сенсационное объявление. Семейный бизнес, как сказать, начала моя супруга, в общем, она занялась популяризацией грузинских брендов в России, ребят, и сейчас это кожаные браслеты и аксессуары, так что я прекрасно понимаю, что аудитория у меня мужская на канале. Вот, так что, Chanta Moscow, заходите по ссылке в, соответственно, в инстаграмчик и смотрите ассортимент, то есть, если у вас там девушки, подруги, жены, да, обязательно покажите им эту страницу. Реально очень модные, ребят, смотрите, вот, есть и мужские аксессуары, очень-очень брутальные, очень крутые. Вот, по доставке мы, значит, по России можем ее организовать, можем и за пределы России, там, по СНГ организовать, вот, так что на, заходите на Chanta Moscow, Chanta это грузинское слово, Chanta означает сумка, вот такое вот придумывал супруга название. Так что, ребят, если, понимаете, если попрет, то есть подписчиков очень мало пока, но вот только-только-только мы это дело стартанули, если попрет, соответственно, я вообще не буду работать, деньги будут залетать, как бы я буду целое проводить все время, просто, ребят, записывать для вас видосики. Так что, обязательно, грядет Новый год, друзья, заказывайте себе мужские аксессуары, ну, если вы хотите для себя, там, для друзей, ну, а своим вторым половинкам, конечно, посмотрите, ну, какие крутые сумки, ну, реально, очень модные, очень крутые и дизайнерские. Что самое главное, это дизайнерские, это грузинские дизайнеры делают все руками, так что можно заказывать, можно даже какие-то свои предлагать варианты, очень, ребята, крутой товар, я вам настоятельно рекомендую. Ну, а сейчас мы переходим, не, ну, смотрите, какой брутальный брастет, а, вот, мы переходим к обсуждению непосредственно матча, вот видите, что происходит, это на радостях от победы Ральфа Рангника, в общем-то, мой сын бегает по дому и истерически смеется. Так что, смотрите, вот, он выставил, Рангник выставил состав, который такой же точно, который Карик выставил, наш бывший тренер Майкл и Карик выставил на матч против Арсенала, что поначалу людей так ошеломило, ну, знаете, мы же, мы же чего сейчас, мы же болельщики сразу же ждем повода, чтобы покритиковать Рангника, мы же все, мы же такие вообще, наша сущность. И все-таки, вот, нахрена мы меняли тренер, если он выставляет тот же самый состав, но Рангник перед матчем объяснил, что, в общем-то, зачем менять победный состав, ну, в общем, он начал, он начал простыми такими, то есть не стал сразу что-то радикально перестраивать, что, конечно же, правильно, потому что ему важно было начать с победы, а не показать там свое, я, вот, сейчас мы там такую схему, ребята, там сейчас такой гигантомпрессинг начнем, не, все спокойненько. Но, что было примечательного, что я заметил, ребята, что отличает эту игру от предыдущих. Тот самый пресловутый контроль, ну, во-первых, он выражался в обыкновенном контроле мяча, очень много, я не смотрел цифры, ребята, вы знаете, я на статистику всегда плюю, я просто оцениваю по ощущениям. Мы прилично владели мячом по времени, очень много садились в позиционную атаку, и при этом команда двигалась сбалансированно. Вот у меня стоят, расставлен Санчо справа, хотя, например, в первом тайме Санчо справа практически не оказывался, потому что я думал, как вот их расставить, Но, по сути, часто оказывалось, что там просто Решфорд и Роналду два форварда, да, там Санчо слева, Бруно справа какие-то 4-4-2. Очень много было перестроений по ходу матча, в особенности в первом тайме. И это выглядело осмысленно. Прессинг, то, что мы хотим увидеть, и то, чего мы так жаждуем, ребят, он был, но здесь не впадаем мы, естественно, ребят, в эйфорию, потому что прессинг у нас такой бывал и раньше, и при Сульчере, что вот первые 10 минут мы там что-то прессингуем, 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 вроде атакуем, вроде атакуем, а потом как-то быстро, в общем-то, остывает наш пыл и отдаем команде соперника мяч. Здесь, говоря о контроле над игрой, у меня было определенное дежавю, и, собственно, первый суперопасный момент, он был именно у наших ворот, когда мы вроде контролируем, такое было там со средненькими командами, а потом пропускаем опять же мы. Но в этот раз, что нас отличало, как мне показалось, тот же самый Фред, но Фред был просто вездесущ, да, мы не давали сопернику разбежаться на контратаке, то есть, в общем-то, такие сверхопасные люди, как Айо и Заа были обезмяченными, и при этом, то есть, владея мячом, мы, да, не создавали столько моментов, сколько было, сколько хотелось нам, но при этом было ощущение, что это все происходит без оглядки на то, что мы сейчас повладеем, потом или пропустим, или отдадим мяч, то есть, вполне уверенно. И что мне понравилось, это, ну, прессинг слабенький, конечно, но он был, в каком плане он был осмысленный, что вот эта атакующая наша четверка, она постоянно меняла форму впереди, и, там, набегая на вратаря или на центрального защитника с мячом, мы, как, они как-то очень-очень органично переливались то вправо, то влево, в зависимости от того, в какую сторону шел мяч, да, и встречали. Очень хорошо встречал Витя, да, и Мага выходил в центр поля, встречал, то есть, выдавливали, выжимали их постоянно, и, но когда они, там, делают длинные запросы, мы забросы снимали вверх, и тоже, в принципе, было нормально, так что... Это какой-то такой маленький штришок, это штришок то, что он уже, как мне кажется, там, объяснил футболистам, то есть, если коротко, да, то это баланс на поле, то, от чего, от отсутствия которого мы очень часто страдали. Телес очень активно подключался вперед, и вообще, что мне хочется видеть в нашей команде, особенно посмотрев там последние матчи топ-3 английских, так скажем, да, команд, за счет чего они так много создают моментов и забивают. Они очень широко задействуют фланги, очень много идет именно с фланга атак, то есть, это или набегание флангового игрока, его вход в штрафную, и потом там на первый или на второй темп, или это прострел идет, да, то есть, очень много атак идет именно с флангов. То, чего у нас, ну, очень мало, очень мало, даже при всем уважении к сэру Люкушоу, когда он играл до травмы. Много было с левого фланга, соответственно, навесиков, там, где, там, где Телес, и, то есть, позиционная атака, при которой все время идет давление, акцент на то, чтобы куда-нибудь, или набросить, или, или Санчо хорошо проникал, да, входил, то есть, на дриблинге входил с левого фланга. Все время были, был вход в штрафную, то есть, не перепасовка вокруг штрафной площади, что тоже было, конечно, но постоянные поиски вот этой возможности внутри штрафной. То есть, очень излюбленный сценарий для Криштиану, который в этом матче, там, особо себя не проявил, но, говоря, например, о его желании, о том же самом прессинге, вы, наверное, заметили, да, вот он носился прилично, отрабатывал прилично, и на последних минутах матча в том числе, да, то есть, видно, что ему уже, как бы, с годами не хватает резкости, и, получая мяч под прессингом, чаще всего его выдавливают, и у него мяч отбирают, но, в целом, то есть, по желанию видно, что он при такой модели, то есть, не знаю, как будем играть с грандами, он, когда идет много, идет много туда, да, закидушечек, пасулек, то есть, Бруно со своей стороны пытается нестандартно отдать, да, а края у него будут, у Криштиана будут моменты 100%, то есть, взаимоотношения Криштиана и Рангника, это, конечно, одна из самых главных тем, из того, что на данный момент, это вот там инсайды, Фабрисов, в частности, сказал, что, когда пришел Рангник, он в беседе с руководством клуба, в общем, сказал, что он рассчитывает на Криштиану, что он вообще большой фанат того, как он самоотверженный, и как он работает над собой, так что он часть его плана, ну, а учитывая то, что у нас, например, там Кавани травмирован, да, вот, ну, Грину-то только-только вышел, первый раз после короны в этом матче вышел, вариантов, на самом деле, не так уж и много, да, то есть, Марсиали не было, если Марсиали и Джесси не было, они, ну, получили там на тренировке легкое повреждение, он сказал, перед матчем, так что, да, и интересно, как задействуются именно Решфорд и Санчо, потому что, ну, в последнем матче Карика против Арсенала было ровно наоборот, Санчо играл слева, Решфорд справа, но то, что я заметил у рангника, нет жесткой привязки к флангу, они постоянно меняются, движение это то, что приводит к опасным моментам, мы слишком были предсказуемыми, то есть, слишком одно и то же футболисты делали и на одних и тех же позициях, то есть, с ними очень легко было играть позиционно, все было понятно, что происходит, то есть, единственное, там, Бруно у нас пытался что-то... замысловато изобрести, и, то есть, то короткий паст, то длинный, да, как-то вот... А по остальным игрокам у нас всегда было довольно примитивно, ну, не знаю. Интересно, соответственно, будет, как при рангнике заиграют Шоу и Бисака, я не исключаю, что Бисака перестанет быть основным крайним защитником, не потому, что Далот какой-то, что выдающийся провел матч, но, ну, да, момент у него у Далота был один, он нам прошел, что-то ударил, хотя Бруно просил передачу. Есть недопонимание, вот есть моменты, когда, знаете, тот же самый Решфорд, то есть, не туда побежал или чуть не туда отдал. Вот эти миллисекунды, вот эти сантиметры, они же, ну, как бы, собственно, они и решают. Так что, надеюсь, что Ральф сумеет подкрутить немножко, и футболистов, которые как бы вроде как это умеют делать, все, в ногах у них вроде это есть, но они неправильно принимают решение. И долго, долго, вот у Решфорда вот это есть, он долго, он тянет, да, становится, подергает ножкой, отдаст пас. Пока он дергает ножкой, Криштиан уже не на ударной позиции, то есть, он ждет сразу накат, ну и так далее. Так что, да, ну и, ребят, ну, конечно, надо сказать про Фреда. Ренессанс у нашего Фреддинио. Забил голод правой ногой, полный шок вообще, просто полнейший шок. Много-много двигается, много работает, много заполняет свое пространство, и много идет вперед. Ну, вперед, не прям супер вперед, но, по крайней мере, на чужой половине поля играет в пас. Скотти меня, если честно, друзья, то есть, Скотти очень полезен, конечно, в обороне, он там опускается назад, там, и центральным защитникам помогает, и все такое, но то, как часто он играет назад, Скотти, и что, какая у него там, ну, в общем-то... У него есть пас, ну, то есть, в принципе, бывали ситуации, когда он там дальний пас отдал, там, или голевой дальний пас, то есть, такое бывало, но в целом это же дело не в умении дать пас, а дело же в мозгах. Вот то, чего ему не хватает. Он не видит более атакующего продолжения часто в ситуациях, и, не знаю, вышел Ван Дебек на замену, ну, в самой концовке вышел Эланга, кстати, вроде как ему понравился Эланга на тренировке. Если при рангнике Эланга заиграет, это будет, конечно, очень круто, потому что, ну, со времен Гринуда у нас ни один молодой футболист пока еще не пробивался так в основу на постоянку. Не знаю, где там место для Эланга, если честно, но, в общем, для контратак будет, я думаю, будут у него шансы, там, в кубковых матчах, хотя что в кубках, в кубке Англии, разве что. Так что, да, и вот вышел Ван Дебек, ребята. Ситуация с Ван Дебеком, конечно, у человека такой дежавю, что дальше некуда. Вот новый тренер, все равно он на скамейке. Но это объяснимо, потому что этим составом мы обыграли Арсенал. Ван Дебек вышел на замену очень хорошо. Его разрушительные качества, Ван Дебека, мне кажется, сильно недооценены. Так что, я бы, конечно, за пару Ван Дебек-Фред в центре поля, честно говоря. Но, не знаю, как бы с Дони ситуация, вы знаете, какая. Просто здесь просто ждем. Чего в голове там у этого рангника, пока совершенно непонятно. Но суть в том, что, ребята, выиграли. Это самое, это самое, конечно, здесь главное. Три очка. Продолжаем борьбу мы за четвертую строчку. Пока что, пока что, пока что о более высоких местах, надо говорить, смысла особого нет. На позитивчике, ребят. Дальше мы в Лиге Чемпионов играем, собственно говоря, с Young Boys в среду. И здесь, ну, может быть, он кого-то попробует, там, того же самого Элангу. И дальше в субботу у нас Норвич. Так что, ребятки, на позитивчике. Подписывайтесь, заходите по ссылочке в инстаграме на Chanta Moscow. И покупайте, заказывайте в подарок стильные аксессуары и сумочки. Не забывайте про наших друзей. Это manutd.one. Все наши социальные сети там внизу. Ссылки в описании, ребятки. Подписывайтесь, ставьте лайки. Никогда не отчаяйтесь, потому что мы, сука, United. С вами был Миша. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»